Размером примерно с Вирджинию, Либерия является независимым африканским государством, находящимся в сфере юрисдикции Соединенных Штатов. Правящая партия не проигрывала с 1870 года. Однако тайные общества, такие как местная пора или масонский орден, гарантируют, что правительство будет разорвано изнутри. И это в то время, когда граждане предоставлены сами себе. Из-за неудачных проектов и огромного количества долгов экономика находится в руках Вайерстоун, а президент Кинг едва ли сможет спасти эту страну от катастрофы. Первым шагом на пути к достижению стабильности этого безусловно самобытного государства станет ряд решений по ограничению деятельности секретных обществ. Если в Соединенных Штатах они являются лишь предметом обсуждений, то здесь они образуют параллельную политическую и правовую систему всей Либерии. К сожалению, Либерия являются не только бастионом свободы, равенства и братства, но и, ко всему прочему, рассадником вольнодумства и теорий заговора. Две правовые системы не могут гармонично существовать в рамках единого общества. Пора и масоны – отвратительные безбожники, они должны быть запрещены немедленно. Разумеется, в одночасье изменить мировоззрение тайного круга будет невозможно, однако уже сейчас они вынуждены уйти в подполье. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Мы должны обратиться к большей экономической мощи, чтобы спасти тонущий корабль экономики. Но кто подошел бы на эту роль больше всего? Мы могли бы связаться с мировым гегемоном в Берлине или нашими старыми хозяевами в Вашингтоне, но круг Колумбия. Но всегда есть третий путь – продать душу дьяволу. Таким образом, мы могли бы заключить сделку с Харвери Фаерстоном. Его компания могла бы побочным продержаться на плаву хотя бы какое-то время. Мы больше не хотим присмыкаться перед нашими старыми угнетателями или другими сильными мира сего. Нам казалось, что обратиться к мистеру Фаерстону – это хорошая идея. Разумеется, тот будет строить бизнес в нашей стране, опираясь на собственную прибыль. Однако уже сейчас он готов уделять первоочередное внимание капиталу и возможностям для инвестиций. Фаерстон считает, что наша платежеспособность – знак его гордости как бизнесмена. Харвер соглашается выплатить 3 миллиона долларов в виде казначейских облигаций и неликвидных активов. Взамен он просит правительства предоставить льготы на его собственную компанию, а также на его товарищей в лице других американских компаний, в том числе на Ford Motor Company. Однако далеко не всех устраивает существующий порядок вещей. Из-за наших отношений с Фаерстоном в Либонском конгрессе вспыхивают ожесточенные споры. У некоторых из наших представителей есть доказательства того, что печально известный каучуковый конгломерат активно участвует в подавлении профсоюзов. У War Tunnel достаточно средств бюджетем для того, чтобы смазать колеса демократии и решить данную проблему. Суровые времена требуют подчас даже самых жестоких решений. Однако каждый год наш народ становится чуточку ближе, праздновая День Независимости. А пока наш народ ликует, давайте восстановим железную дорогу. К тому же новое соглашение с Ford и Firestone требуют этого. Армии займутся патрулированием, и благодаря этому местные диверсанты не смогут разрушить наши новые рельсы. А когда обе компании смогут организовать достаточное количество рабочих мест для наших граждан, недовольство утихнут сами собой. У любого решения всегда есть последствия. Масоны всегда были мощной силой в Либерии, особенно в партии истинных вигов. Когда на всю нацию обрушились новости об истинных масштабах коррупции короля, подробно описав изнанку скрытых сделок его режима и защиты невольничества, масонская ложа быстро дистанцировалась от своего бывшего союзника. Из-за этого Кинг также был вынужден уйти в отставку с поста великого мастера ложи. Без поддержки масонов Кинг практически обречен. Однако Фейерстон Рубер давно является экономическим союзником ТВП и администрации самого короля. Согласно нашему партнерству, они суют деньги в карманы Кинга и руководства ТВП, а мы игнорируем сообщения о так называемых нарушениях прав человека. К несчастью, недавно выходит книга о бабами и восстании Мау-Мау. Выйдя в печать, книга вызывает шок по всему миру, и несколько стран, включая США, призывают всё правительство ТВП уйти в отставку. «Разумеется, Кингу ничего не остаётся, кроме как бороться с этими ложными обвинениями». Невольничество – это один из самых ненавистных институтов во всей Африке. И Либерия ничем не отличается. К сожалению, теперь, когда тайна правительства раскрыта, население взбунтовалось. Хуже того, социалисты воспользовались этой возможностью, чтобы сплотить народ против короля, и в результате приобрели значительную популярность. Однако ничто не истинно. Если социалистов не остановить, мы потеряем контроль над стороной. Используя грязные деньги и офшорные банковские счета, изобилующие капиталом, Харви Фаерстоун собрал армию наёмников и расплатился почти со всеми крупными фигурами ТВП в стране. Фактически теперь он вцепился железной хваткой во всю Либерию. У него есть оперативная база, средства и армия, и он готов совершить переворот. Фаерстоун способен спасти страну от когтей красной угрозы. Синдикалисты набирают силу, но его работа ещё не завершена. Старый пройдоха должен как можно быстрее укрепить свою власть. Однако, как бы то ни было, с течением времени Либерия преобразится до неузнаваемости. Мистер Фаерстоун готов явить себя миру во всём великолепии. Однако не время праздновать победу. Афро-Либерийцы и Пора объединяются против Фаерстоуна. Подавить нелояльных оказывается трудной задачей. Однако Фаерстоун отбрасывает красных. Казалось бы, что более никто не может оппонировать ему на равных. Он может продолжить реализовывать свой глобальный инфраструктурный и промышленный проект. К тому же у него открывается новая ветка интересных фокусов, которые мы с вами обязательно исследуем. Для того, чтобы сдержать радикализм, обеспечить инвестиции в каучуковую кампанию, Фаерстоун продвигается вперёд и начинает напрямую вмешиваться в либерийскую политику. Сейчас будет установлен новый порядок, при котором американско-либерийские интересы снова будут поставлены под угрозу. Рано или поздно нам нужно будет определиться с направлением кампании. Но пока что мы с вами займёмся развитием промки и получим фабрики и военные заводы. Как только нам практически удалось стабилизировать экономику, на Америку обрушилось бедствие. Там началась гражданская война до сели невиданных масштабов. На данном этапе мы можем немногое, однако конституционалисты получат всю необходимую помощь и поддержку со стороны либерии. Увы, но гражданская война в Америке больно ударит и по нашей экономике. Огромное количество беженцев уже скопилось у нашего порога. Миграционный кризис – это действительно серьёзная проблема. Однако, в сей смотный час мы обязаны принимать всех, особенно тех, кто может уезжать в руках оружие и способен работать. Помимо этого, в страну рекой польются новейшие технологии и специалисты. Мы сможем превратить Либерию в настоящий современный африканский оазис. Технологии и прогресс совсем скоро пойдут в этой стране рука в обруку. Первый экспедиционный пол готов к бою и будет сражаться во славу истинной Америки. К сожалению, конституционалисты находятся в довольно плачевном состоянии. Со всех сторон они окружены противником, а у нас всего лишь одна дивизия для поддержки. Что ж, будем пытаться держать оборону и со временем постараемся стать парикем. Мы уже практически завершили укрепление нашего исследовательского, производственного и технологического потенциала. В ближайшее время мы закончим исследование этой ветки и получим неплохую ресурсную базу, а также большое количество рекрутов в нашу армию. К счастью, у нас есть доступ к ещё одному редкому ресурсу, ведь кофе изобилует в Либерии. Поскольку этот напиток как никогда популярен, продажа излишков наверняка принесёт нам немалые деньги. А вот в Америке ситуация осложняется ещё и восстанием в Чарльзтоуне. Нашему экспедиционному корпусу приходится действовать быстро, агрессивно и, самое главное, рискованно. Однако риск, как известно, благородное дело и по большей части оправдывается, в частности тем, что Чарльзтоун удаётся взять в осаду. Дальнейшие активные манёвры экспедиционного корпуса приводят к тому, что вражеские войска удаются рассечь надвое. К тому же мы продолжаем успешно продвигаться, и через какое-то время ещё одна сторона конфликта оказывается загнана в угол. Да, кто-то скажет, что это всего лишь две жалкие дивизии, отколовшиеся от основной линии фронта, но каждый удар противника в нашем случае увеличивает шансы на победу. И да, что-то мне подсказывает, что в ближайшее время мы пробьёмся аж к Талахаси. Будем надеяться, что наш союзник воспользуется преимуществом и станет по реке, хотя, на что я, собственно, надеюсь. Кстати, хорошие новости. Беженцы, наконец-то, обживаются на побережье Либерии, и им даже удаётся основать собственную пивоварню. Да, им чё-то не хватало, и они, собственно, решили надраться, как старые добрые времена. Увы, но сегодня, именно 9 февраля, смерть забрала нашего славного лидера. Его здоровье пошатнулось, и он умер в своём особняке от тромбоза. Ожидается, что его сын, Харви Фаерстоун-младший, официально возьмёт на себя обязанности по управлению государством. Как многим было известно, сын неофициально управлял многими делами своего отца, и поэтому волчонка готов. Будем надеяться, что наше управление государства не окажется непосильной. Его отцу удалось реализовать многое, он смог стабилизировать промышленность и экономику. Мало-помалу наращивается армия, а это значит, что пора предпринять попытку расширить владение. Французская республика обладает огромным авторитетом и неимоверной силой. На востоке от нас находятся германские колонии, о которых можно лишь мечтать. Однако, когда придёт время, мы будем готовы выбить коллодиальные империи из африканского континента. Сьерра-Леона долгое время существовала как британская, но теперь и французская альтернатива Либерия. Мы должны предъявить алжирскому режиму ультиматум, освободить Сьерра-Леоны или отдать её в наши руки. Иначе мы готовы подкрепить наши слова сталью. Благодаря тому, что наши крюки глубоко вонзились в западноафриканский режим с принятием нашей тёмной сделки, мы можем получить контроль и влияние на правительство и экономику трёхсторонней колодии. Их администрация теперь связана с нашей собственной волей. Харви Фаерстоун больше не может отрицать своего вмешательства. Мы должны продвигать наши позиции дальше и, наконец, взять на себя полный контроль над терпящей неудачей колонии. Прежде чем вся структура рухнет из-за собственной несостоятельности этих людей, вся Вест-Африка станет личной игровой площадкой Фаерстоуна. Мы станем маяком безудержного капитализма и господства корпораций здесь, на берегу невольников. Сильное заявление, конечно, и что-то нам подсказывает, что французы с нами не согласятся. Однако теперь у нас есть достаточное количество дивизий, и наши амбиции уже не выглядят такими жалкими. Разумеется, это все те же вооруженные работяги, только в немецкий профиль. Скорее всего, эти войны не выдержат затяжных боев или осад, но при достаточном численном превосходстве способны показать неплохие результаты в бою. Как бы то ни было, у нас есть одна цель, один путь и один шанс изменить историю этого государства навсегда. Увы, но французы отказываются принять во внимание наш ультиматум, и у нас есть всего два варианта – бежать, поджав хвост, или сражаться за независимость наших братьев с оружием в руках. Братьев ли, или все же капитала, зависит от настроения Фаерстоуна, однако решение принято. Фигура уже находится на доске, и Фаерстоун готов сделать последний, решающий ход. И да, Либерия должна знать своих героев, поэтому на своем экране вы видите именно тех, кто предложил мне реализовать это прохождение. Спасибо вам, ребят, мне прям очень понравилось переводить и проходить эту кампанию. Предлагаю в комментариях вам пофантазировать, какой будет наша новая Либерия, и какие фокусы вы бы хотели, чтобы я все-таки выбрал и реализовал. Спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про мой ламповый дискорд и вкладку сообщества. А с вами, как обычно, был я, Малвар Гейминг. До новых встреч, пока, ребята.